Российские средства массовой информации расскажут о туристических продуктах Ненецкого округа. Для этого представители СМИ приехали в столицу региона. Они побывали в тех местах, которые на данный момент предложено посетить туристам. По предварительным оценкам, уже в новогодние каникулы в Наринмар приедут от 30 до 40 человек из других регионов и стран мира. Показать наш регион и привлечь туристов с большой земли – на это направлен рекламно-информационный тур для представителей средств массовой информации «Открой свою Арктику». В его рамках гости региона смогли увидеть то, что в скором времени планируется представить туристическим группам, которые в новогодние праздники должны посетить Ненецкий округ. Это и стоябище оленеводов, и экскурсии по заполярной столице и музею, путешествия на снегоходах. Но это только малая часть того, что может предложить наш регион любителям необычного отдыха. Туристко-рекреационный комплекс Ненецкого автономного округа открывает возможности для развития различных видов туризма. Наиболее востребованными являются турпрограммы и маршруты по таким видам туризма, как природно-экологический, охота и рыбалка, экстремальный, активный, культурно-познавательный, детско-юношеский, этнографический и другие. Чтобы привлечь туристов в наш округ, необходимо рассказать об отдыхе на краю земли. Именно для этого и проведён тур для представителей журналов и интернет-порталов. Результат – это более полная информация, в том числе и видеоконтент, который расскажет и покажет, каково это побывать в оленеводческом чуме, путешествовать по бескрайним просторам тундры. В рамках брифинга с журналистами гостями региона стало известно о новом видеоролике, который совсем скоро смогут увидеть жители всего земного шара. В этом ролике будет Нарьинмар, будет тундра, будет шаман Коля, который идёт по тундре сквозь снежную пургу, идёт к чуму, открывает чуму, а там оказывается бразильский фестиваль. И этот ролик будет крутиться на всех официальных интернет-ресурсах Олимпийского комитета России и в преддверии Олимпиады в Рио-де-Жанейро, которая случится в августе. С путешествием и туристическими маршрутами, которые может предложить наш регион, смогут познакомиться и пользователи интернет-портала «Моя планета», а также читатели бортового журнала «Люди летают».